Во вторник в зале администрации района прошел совещание по итогам весеннего призыва. На мероприятии присутствовали глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, начальник отдела военного комиссариата по Геогинскому и Кашханскому районам Сергей Праздников, главы сельских поселений, учетные работники. Открыл совещание с отчетным докладом военком района Сергей Праздников. На основании указа президента Российской Федерации от 31 марта 2016-139 по основанию правительства 663 в Кашханскому районе проведен призыв гражданам 89-98 годов рождения на военную службу весной 2016 года. Призыв проводился в соответствии с федеральным законом 98-го года номер 53 ФЗ о воинской обязанности военной службы. В соответствии с распоряжением главы республики от 10 марта 2016 года 28 РГ была создана призывная комиссия Кашханскому района. Ее работа отшлялась в соответствии с утвержденным планом и графиком. Работа призывного пункта была организована в соответствии с требованиями руководящих документов. Происшествия и грубых нарушений в ходе призыва граждан на военную службу не зафиксированы. Норма призыва, установленная военным комиссаром республики Дегея, выполнена на 100%. Призвана и отправлена в войска, в вгруженные силы другие войска и воинские формирования всего 35 человек. Сергей Праздников в своем докладе отметил, что не все администрации сельских поселений справились с заданием на призыв и обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности. В лучшую сторону отличаются администрации Вольинского, Дмитриевского, Игнатьевского, Майского и Натырбовского сельских поселений. По-прежнему одной из ключевых остается задача обеспечения исполнения гражданами воинской обязанности в ходе призыва на военную службу в октябре-декабре 2016 года в работе всех взаимодействующих структур, отмечает Военком. В заключении своего выступления Сергей Праздников выразил уверенность, что в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными структурами повысится уровень качества выполнения мероприятия, связанных с организацией и проведением осеннего призыва на военную службу граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кашхабского района. О результатах взаимодействия отдела МВД с отделом военного комиссариата по Геогинскому и Кашхабскому районам, органами местного самоуправления по вопросам обеспечения исполнения гражданами воинской обязанности весной 2016 года и мерах по его совершенствованию доложил представитель межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Сергей Воронов. По исполнению требований совместного приказа Министерства Минобороны Российской Федерации МВД Миграционной службы, инструкции по организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов миграционности по работе и по обеспечению исполнения граждан воинской обязанности, были за истегшие в период проведены совместные мероприятия по установке местонахождения и обеспечению прибытия на призывную комиссию граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом. В целях исполнения требований данного приказа по вопросам организации взаимодействия с военным комиссариатом, нами ежегодно согласовывается план совместных действий, согласно которому мы и исследуем. В 2016 году был также разработан план данных совместных действий. Сотрудниками межмуниципального отдела Кашхабльский во взаимодействии с отделом военного комиссариата Республики Адыгепагегинскому и Кашхабльскому району администрациями сельских поселений проводилась работа по розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу и оповещению лиц о прибитии на указанные мероприятия, связанные с призывом. По результатам данных мероприятий было обеспечено бытие на призывную комиссию, которая состояла, допустим, 12 мая, 16-го, 14 человек, из них 6, это было силами участковых, уполномоченных и 8 граждан были доставлены совместными усилиями с работниками военного комиссариата. Слово для выступления по вопросам медицинского обеспечения весной 2016 года, возникших при этом проблемах и путях их решения, было предоставлено врачу, руководящему работой по медицинскому освидетельствованию Зареме Батышевой. Работа медицинской комиссии в ходе призыва весной 2016 года организована на удовлетворительном уровне. По результатам медицинского освидетельствования весной 2016 года, по сравнению с весной 2015 года, показатели годности граждан к военной службе разложились следующим образом. Категория А. Снизился показатель на 8,5% и составил 34,7%. Категория Б. Повысился на 5% и составил 32,1%. Категория В. Повысился на 2,3% и составил 16,2%. Категория В. Повысился на 5,4% и составил 15,9%. Категория В. Снизился на 0,2% и составил 1,1%. Категория В. Повысился на 3,5% и составил 66,8%. Выявлены заболевания у 173 граждан, из них впервые у 29 граждан. По результатам медицинского освидетельствования ведущие места занимают болезни. Костно-мышечные системы и соединительные ткани – 43 случая. Система кровообращения – 41 случай. Органы пищеварения – 34 случая. Эндокринные расстройства питания и обмена веществ – 24 случая. В период весеннего 2016 года призыва граждан на военную службу на дополнительное медицинское обследование было направлено 74 человека, что составляет 28% от прибывших на призывную комиссию. Все граждане завершили обследование в установленные сроки. Для постановки задачи должностным лицам, связанным с организацией и проведением призыва граждан на военную службу осенью 2016 года, выступил глава района Заур Хамирзов. Первая, очень важная, главная задача – это достойно провести призывную осеннюю кампанию. Задача конкретная, задача ясная. Надеюсь, что мы в полном объеме его исполним. Всем ответственным структурам по призыву осенью 2016 главой района были даны соответствующие рекомендации. На этом все поставленные вопросы были исчерпаны.